Девушки отдыхают Ну как приехали? Два часа на газели, три часа на гужевой полоске, три часа на собачьей упряжке И спустя четыре дня мы наконец тут, в теплом уютном, замечательном И с развитой инфраструктурой в поселке городского типа Радостный Ну что, ты готов? Готов Орел, Тюмень, ё-моё, Решка Ёх, Мугарёк, где она? А да вон она лежит Я в говно не полезу Полезешь, а то эту монетку у тебя из зарплаты вычту Она сегодня вернется вообще, нет? Бля, я походу выиграл Что-то радуешься, как будто ты кабачок на поле чудес выиграл Завидуй с рюкзаком, а я погнал Удачи Не загнись тут нищеброд Поселок Радостный Это чудесные сады, море достопримечательностей, потрясающие, захватывающие дух виды, а также живописные пейзажи Александр Сергеевич Пушкин, Бен Аффлек, Жанна Дарк Все эти люди не имеют никакого отношения к Радостному Этим он и славится Жители поселка приветливы, дружелюбны И всегда радушно готовы принять туристов со всего света В архитектуре поселка прослеживается ранее готический стиль и барокко Но не потому, что так планировалось с архитекторами А потому, что за последние несколько веков здесь ничего не поменялось Поселок Радостный также называют вторым Парижем Потому, что его тоже хотят увидеть и умереть Добро пожаловать! Многие говорят, что в Радостном нечем заняться Многие правы, но мы-то с вами еще те гулять Так что давайте изучим этот поселок вдоль и поперек Вдоль мы его, кстати, только что уже прошли Имея на руках 100 баксов Ну, в нашем случае 100 рублей Мы можем роскошно провести эти выходные Так что давайте начнем с самого главного Вот так вот А теперь мы с вами можем найти транспорт и заселиться в хостел Поехали! Что хотелось бы отметить Имея на руках золотую безлимитную карту Для передвижения на местности я выбрал не Бентли Не Бугатти И даже не Феррари А кое-что получше Пятнашку Четыре колеса, вместительный багажник Разгон до сотки за пять минут, если с горки А также комфортабельный салон И все это за символическую плату Литр помидорового морса Хлебни морсца Тонизирующий энергетический напиток Содержащий помидоры и воду Освежает в любую погоду Плохое настроение сутрица Хлебни морсца Друзья, кстати, помимо того, что я пью этот напиток сам Я еще и попробую заправить и машину А ты не охренел? Ну пошел отсюда ненормальный В итоге я выбрал более эргономичный вид транспорта От машины решил отказаться Да к тому же у меня прав нет, но это не главное Так вот, давайте побольше узнаем о культурном досуге И просветление в проселке Радостный Итак, сейчас мы находимся в радостном балетно-оперно-трагико-драматическом театре одного актера Нам надо вести себя потише Здесь сегодня полный аншлаг Да, но здесь сейчас ремонт, поэтому актер не пришел Так что я думаю, что можно говорить погромче К сожалению, транспорт я сегодня так и не нашел А время уже близится к ночи Так что пришла бы нам пора найти место для ночлега Неплохая квартирка в центре поселка со всеми удобствами Газовая плита, горячая и холодная вода, туалет, удобный диван В общем, райский уголок для типичного жителя радостного Или радостного жителя, неважно Вам, наверное, интересно узнать, как такие апартаменты достались несовершенно бесплатно А все дело в том, что в этом поселке по невероятному стечению обстоятельств Проживает моя любимая тетя Зина Я Маша Любимая тетя Маша Так вот, она Любезно предоставила мне свою квартиру на эту ночь Ну что, убедительно звучало Так а что теперь поделать, когда ты пропукал свои единственные сто рублей? Ты навигайся, я свои деньги слил на деревенский толчок Как ты теперь будешь жилье снимать и еду искать? Да не кипятитесь вы, ну что-нибудь придумаем Да что ты тут придумаешь? Ладно, мы поговорим с продюсером и скинем тебе квартиру А ты скажешь, что я тебе твоя тетя предоставила, к примеру Только не затупи Ладно, ладно Что, я дебил, что ли, по-вашему? Соображу, что к чему На завтра у нас запланировано очень много классных занятий Ну а сейчас пора бареньки Спокойной ночи Блин Располагая таким огромным бюджетом Я не скупился и потратил определенную сумму На лучший премиум люкс номер в отеле Grand Royal Hotel Best in the World По правде говоря, я думаю, что номер не будет соответствовать заявленным характеристикам Но все же давайте глянем Ну да Здесь гораздо лучше, чем было заявлено А теперь пришло время рассказать поподробнее Здесь был замечательный диван И все Ну все, пара на боковую Оператору Лоши с Поки-Ноки Звуковику Эдику с Поки-Ноки Водителю Ярику с Поки-Ноки Скорее вы свалите за этой дыры Какое же чудесное утро Блин, я вас снял Какой же холод собачий А шляшки отмерзли Пошли обратно в дом Этим дивным утром Тетя Лера приготовила мне двойной эспрессо с круассаном Пей давай свою разбавленную бодягу И проваливайте все отсюда После плотного завтрака Я отправился на главную площадь поселка Радостный Здесь стоит масленичный столб Туристы со всего мира приезжают лицезреть Это восьмое чудо света По преданию, сам Лев Толстой Залезал на этот столб Но это не тот Лев Толстой, который писатель А просто местный дурачок Гуляя по поселку Радостный Не могу не поведать вам Несколько интересных фактов о нем Парадокс, но жители поселка Радостный Не очень-то рады, что живут в Радостном А еще в прошлом году Из поселка уехало более 5000 человек Хотя жило тут всего 2000 Услышав название Радостный Что первое приходит на ум? Конечно же стамески И сейчас мы отправимся на знаменитую фабрику Где производят те самые стамески Народ, в общем я не знаю Куда здесь еще можно сходить Поэтому давайте спросим у местного жителя Здравствуйте Нахер пошел А не подскажете куда сходить в вашем замечательном населенном пункте? Нахер можно сходить Что-то для меня докопался Три смены отпакал на стомесячном заводе Либо мне покремелиться дать Либо в жопу еде Спасибо большое, всего доброго Нахера еде Ровные газоны, велодорожки Прекрасная инфраструктура Здесь есть все для комфортной прогулки родителей с детьми А также большая редкость в России Памятник Ленину Еще 10 лет назад парк выглядел так Будто им никто не занимается А сейчас он выглядит еще хуже Потому что им по-прежнему никто не занимается Также для быстрого перемещения по парку Я арендовал эти замечательные кроссовки А теперь, пожалуй, я побыстрее перемещусь отсюда Эх, как же я рад И это не потому, что я сейчас нахожусь в радостном А потому, что пью чудесный напиток хлебни морсца Его функционал впечатляет К примеру, берем вот этот грязный ржавый рубль И опускаем в хлебни морсца Теперь ждем всего пару минут И достаем из морса уже целую пачку денег Чудодейственный морс Хочешь поднять бабла вальца? Хлебни морсца! Ну а теперь, как я и обещал Мы с вами узнаем о процессе производства стамесок И возьмем интервью у директора предприятия Ну что я вам могу сказать? Стамесок? Стамески? Стамесковый? Стамишуля? Ну давайте отойдем от этого пикающего станка Изготовление стамесок очень трудный и долгий процесс Берем деревяшечку Берем железяшечку Соединяем Вот она и готова Наша стамесочка Спасибо вам большое Очень интересный рассказ Всего вам доброго Друзья, нерадостный коллектив радостного стамесочного завода Сделал нашей программе замечательный подарок Угадайте, что это? Вы удивитесь? Но это отвертка? Хе Да шучу я Конечно стамеска Второй день подходит к концу А это значит, что по старой доброй традиции нашей программы Мы прячем в бутылку из-под прекрасного напитка хлебни морса 100 рублей Я их кладу внутрь И прячу по адресу Улица Счастье, 15 Бутылку с соткой можно найти Пройдя 20 метров после поворота От мусора перерабатывающей станции После чего развернуться на 360 градусов И войти во двор Желаем вам удачного поиска И не загнуться в этом захолустье Друзья, эти деньги я спрятал за себя и за Сашку На них вы сможете прожить здесь приблизительно год Ну или с пользой потратить на билет из всего дивного поселка Шош, на улице быстро стемнело Или это просто так смонтировано На этом наш уикенд подошел к концу И пришла пора подводить итоги Отгадай, кто? Я, Егорка На улице холодрыга стоит Давай лучше уже поскорее с этим покончим И поедем по своим домам Саня, знаешь что? Несмотря на то, что в этом поселке нет ни еды, ни воды, ни газоснабжения Ни отдыха, ни развлечений, ни достопримечательностей, ни людей А к чему я это все вел? Да хрен тебя разберешь, Егорка В общем, какой мы из этого делаем вывод? Друзья, хоть вы бедные, хоть вы богатые Запомните одну вещь Делать вам в поселке городского типа радостный Нечего Все, текаем отсюда скорее Слушай, Саня, а куда вы дальше-то едете? Да я не знаю, еще какой-нибудь поселок Остановка не та, нам все зачем нужно Да, продюсеры говорят, что будет много интересное Да, ну посмотрим, я не знаю Вообще, для меня вот здесь что-то интересное А это для меня петрушки много